И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами обратимся к образу священномученика Сильвестра, архиепископа Омского. Сей образ мы знаем все с вами. Мы можем к нему обращаться каждый день в главном соборе города Омска. Мы можем обращаться в своих молитвах и дома, и иметь сей образ. Но о чем же говорит образ священномученика? Давайте рассмотрим. Центральной фигурой сей иконы является священномученик, облаченный в красные ризы. Красные ризы символизируют собой его жертвенное служение, то, что прошел он до конца. И даже своей жизнью показал и смертью, как он любил Христа и паству. На иконе святитель изображен в богослужебном епископском облачении. На голове у него митра, особо головной убор, украшенный небольшими иконами и драгоценными камнями красного цвета, символизирующий терновый венец Спасителя. Облачен он в сакос, верхнюю одежду, знаменующую багряницу Спасителя. На плечах святителя – амофор, длинный лентообразный плат, украшенный крестами, который является обязательной частью облачения епископа. Священномученик в левой руке держит Евангелие – символ проповеди Царствия Божьего. В правой руке священномученик держит крест Господень – символ того, что претерпел он страдания и смерть за имя Христова, за правую веру, за отказ от служения идолам. На иконе мы увидим с вами обилие красного цвета. Красный цвет – как образное выражение страданий за веру, а красная одежда мученика – символ пролитой крови за Христа. Обилие золотого цвета на иконе показывает нам божественную тайну о нас. Здесь мы с вами, дорогие, должны подумать о том, что промысел Божий должен быть всегда о нас, и Господь никогда не оставит нас, но у каждого свой путь и свой крест. К священномученику Сильвестру верующие обращаются в помощи для укрепления в истинной вере, для того, чтобы понять, как красив наш Господь Бог, для того, чтобы понять, какой путь нам избрать в нашей жизни. К священномученику прибегают для борьбы с расколами и ересями, ибо Он очень много потрудился в своей жизни и много трудов написал, для того, чтобы прославить Господа нашего с вами, Иисуса Христа, в истинной вере. Священномученик поможет нам с вами выбрать тот путь в жизни, который должен быть у нас всех с вами. А этот путь ведет в Царствие Небесное, Господу нашему, Иисусу Христу. 3 сентября в четверг в православном календаре значится День памяти преподобного Авраамия Смоленского, проповедника покаяния и грядущего Страшного Суда. Он родился в середине XII века в Смоленске в семье богатых родителей. Они молили Бога о сыне, так как до этого у них уже было 12 дочерей. С детства мальчик рос в страхе Божьем, часто посещал церковь и имел возможность учиться по книгам. Родители надеялись, что их единственный сын вступит в брак и продолжит знатный род, но он искал другой жизни. После смерти родителей, раздав все свое имущество монастырям и бедным, преподобный ходил по городу в рубище, моля Бога указать ему путь спасения. После он принял постриг в монастыре Пресвятой Богородице, который стоял неподалеку от Смоленска. Более 30 лет преподобный подвязался в монастыре, и после этого игумен убедил его принять Пресвятерский сан. Преподобный в средности исполнял обязанности и послушания духовника братья и мирян. Он каждый день совершал божественную литургию и принимал в своей келье, увещая всех в божественной любви, не делая различия ни перед богатым, ни перед бедным. Святитель Игнатий построил новый монастырь в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы. Настоятелем назначил преподобного Авраамия. Желающих жить в монастыре было очень много, но преподобный принимал их весьма разборчиво и после больших испытаний. Так что в его обители было только 17 братьев. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, прожив в иночестве 50 лет. Уже в конце XIII века ему была составлена служба, совместная с учеником преподобным Ефремом. Благослови, душевая Господа, и вся внутренняя Моя имя Святое. Субтитры создавал DimaTorzok